Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров. Вот с такой необычной точки поставил на самую верхнюю часть моего забора камеру. И сейчас вот такой небольшой новенький ракурс я для вас сделал. Я хотел бы поговорить о пользе коронавируса и вот от всего того, что принесено было достаточно трагичными событиями. Потому что очень много людей разорились, очень многие экономики упали. Мы просто не знаем, хотя и догадываемся, сколько человек погибло. Погибло совершенно не связано с вирусом. Люди, которые даже говорят, что несколько человек мужей или женихов, невест, которые должны были приехать и не приедут теперь в общей сложности, может быть, в течение двух лет сюда. Они покончили с собой. Это Австралия, которая является достаточно такой спокойной и умной, казалось бы, страной. Но, однако, вот такие вот вещи есть. Сколько людей не получили помощи, потому что все брошено на это сомнительное действие, на это коронавирусие. И эти люди не получили вовремя помощь. А неполученная вовремя помощь – это, в общем-то, убийство. И эта ситуация людей убила. И все-таки можно сказать, что в нашей отрасли, несмотря на то, что очень много людей не может присоединиться с семьями, несмотря на то, что многие студенты просто поехали, потому что, я не знаю, там мама заболела, день рождения у брата, свадьба, подруги и все. И на этом все закончилось. И фактически виза закончится, и учеба, и, может быть, вся Австралия для них закончится тоже. Это большие человеческие трагедии, скажем так. Но я должен сказать, что нет худа без добра. Без добра худа не бывает. Как и без худа добра тоже. Я думаю, что большим достоинством является то, что люди, которые пролетели, скажем так, телились, телились, то поехать, то не поехать. Они, собственно говоря, жутко пожалеют. И если появится возможность, уже размышлений будет мало. У меня есть такая тактика. Когда я ловил окуня, я как мормышкой дергал леска, поплавок, дергал, дергал, дергал и отпускал червячка. И тут же шел захват. То есть, когда вот это вот мелькает, и ты не можешь схватить, и тут вдруг теперь есть возможность, ты их хватаешь. И я думаю, что это очень здорово мотивирует людей на то, чтобы они хорошо подготовились и осуществили свои задачи. А те ребята, которые вот сейчас или буквально недавно задумались, и по кому коронависие это не ударило сильно, у них есть возможность реально хорошо подготовить документы. Я вижу, как готовят, допустим, документы наши Гагарины. Это же просто чудо, тем более есть коллективный разум. Это под сотню человек, ребята. Это не просто коллективный разум, это огромный человеческий комбитал. Туда же входит и Леша Чихунов, миграционный агент. Туда входит... Hi, mate. How are you? Good, good. Туда же вхожу и я. То есть очень много заинтересованных лиц, которые скованы одной цепью, связанной одной целью, да? Так вот, это замечательная система подготовки высококлассных будущих иммигрантов в Австралию. И это уникально, я такое еще нигде не видел. И самое интересное, это было создано самими людьми с моей очень минимальной помощью и не таким большим участием. Я вот сейчас разговариваю, а там идет работа, люди работают, обмениваются информацией. Там файлообменник больше, чем, я не знаю, на двух моих сайтах вместе взятых в лучшие времена. Третье, и это ВО. Мы знаем очень много болтливых и бессмысленно ненужных и даже порой вредных нам агентов. Людей, которые бла-бла-бла из какой-нибудь России или из прекрасного другого далека. Да, в принципе, и здесь они болтают, они самовыражаются. А проблема в том, что жизнь реальная доказала, теперь они точно не нужны. Теперь они не могут найти студентов на территории Австралии, они не могут выжить. Потому что я этих студентов нахожу постоянно, они не могут. Они ничего не могут дать своим студентам, они zero, они нули. Вообще, нули, это было Митсубиши, нули, хороший истребитель времен Второй мировой войны. Они ноль в десятой степени, которая все равно остается нулем. Что бы ты там ни кричал со своего Инстаграма и Ютьюба, ты ноль, если ты не находишься здесь. То есть ты ноль как агент, ты ноль как работник, ты ноль как миграционный агент. Ты даже ноль как посредник, потому что ты не нужен студенту. Это огромное достижение. Выявились миграционные агенты, которые бла-бла-бла с Фейсбука, ВКонтакте, бла-бла-бла. Ай, мы поможем невестам. Каким невестам? Обойдутся и без тебя. Где лофта? Найти жену, мужа, помочь. Они задницу не поднимут. Просто у них нет никакого. Какой работодатель? Они один нормальный работодатель. С ними даже разговаривать не будет. Они не на том уровне. Они просто жулики. И теперь вы об этом знаете. Конечно, вы знаете. И слава Богу. Учебные заведения, естественно, учебные заведения сохранились те, которые достойны этого. Сохранились те, которые понимают, что студенты... Они теперь понимают важность студента. Это вам не государство, не аустрейт, не выставки, не агенты. Это студент. И если он не заплатит, зубы на полку, банкрот и а-ля улёк. А государство скоро не будет помогать. И усё. А то учебное заведение, которое стоит полтора миллиона долларов, надо будет ещё 300 тысяч отдать и уйти в убыток, оставшись ни с чем. Только чтобы это всё порядочно закрыть. Или просто сдыхать в нулях и стать банкротом. Они или так закончат, или будут очень хороши со своими студентами. Как Луидс Интернешнл Колледж. Ну и в какой-то степени КОИ. КОИ труднее. Так вот, дорогие друзья... Вот сейчас, говорю, котейка идёт серенький. Так вот, дорогие друзья, это момент истины не только для агентов и для вас. Это момент истины и для учебных заведений. Но что касается вашего покорного слуги, который, да, чем-то занимается, да, как-то живёт, так и продолжает по три видео каждый день негодяй делать, чем раздражает публику. Чего ж столько времени тратить на просмотры. И видео уже стали не по пять минут, а по десять, по пятнадцать минут. Откуда у него времени? А у меня время есть. Мне коронавесие помогло. И студенты, которые теперь понимают, что нужна работа, нужна уверенность в будущем. И когда надо выбирать, идти учиться с одним или с другим человеком, многие выбирают Сашу Петрова. Да, ну, как бы, ехидный, саркастичный, циничный. Чёрт возьми, делает же своё дело. И это время научило меня эффективной работе. Да, нужно тратить и есть возможность тратить время на вот такие вот видео. Это правда. Есть. Но самое главное, надо делать так, чтобы заложить железобетонный фундамент с огромными сваями на будущее. Если оно будет. Если не будет, мы тоже для чего-нибудь этот фундамент используем. Но я думаю, что оно будет вопрос, когда. А я вам скажу, когда. Когда сдохнут те, кто являются обычными паразитами на теле этого бизнеса. Когда уйдут те, которые так и не знают, то ли им ехать учиться, то ли не ехать, то ли им мигрировать, то ли не мигрировать. То им что жена скажет, то, что ему соседи скажут, то, что ему учительница скажет. На самом деле они не знают. И они уйдут с дороги. Останутся те, которым нужна Австралия. Нужно это обучение уж с какой целью, не знаю. Скорее всего, с целью иммиграции. Но эти люди останутся. И это будет костяк. Это будут лучшие образовательные агенты. Это будут лучшие образовательные учреждения. Это будут лучшие, хоть и немногочисленные миграционные агенты. Это будут лучшие студенты. А знаете, что будет еще лучше? Страна будет лучше. Потому что те люди, которые я вам описал, лучше. И сформируют эту страну. Потому что этот процесс идет во всех отраслях. И во всех абсолютно ипостасях. Вот так вот. А вы говорите, коронавирус это плохо. Плохо. Но кое в чем и нет. Спасибо.